Японцы любят изобретать идеи, и на летний период у японской домохозяйки есть целая линия средств для чистоты поддержания дома. Сезоны в Японии короткие, и в начале апреля в Токио с резким повышением температуры повышается и влажность, и начинается духота. Потом в июне начинается сезон дождей, цую, и тут самой настырной проблемой для каждой японской семьи становится борьба с плесенью. Которая заселяет каждый угол. Поэтому генеральная уборка весной становится одной из самых важных задач в Японии. Лайфхаками становятся не только чистящие средства, а даже такие гелевые устройства для туалета, дымовые шашки, угловые ловушки, высушители для одежды, и даже состав средств меняется в зависимости от сезона. В магазине предусмотрены целые полки для такого периода. Однако я не заморачиваюсь до мелочей, но все-таки у меня есть своя процедура подготовки дома к весне. Доброе утро, друзья! Ну что, сразу переходим к делу. Сегодня у нас день генеральной уборки. Я хотела вам показать свои рекомендации. Такие всякие штучки, лайфхаки японские, которыми мы пользуемся. Как уже с мая, действительно у нас очень душно. Духота стоит в Токио. Самые интересные штуки, сначала я вам покажу. Это у нас дымовая шахта. Сегодня мы с Тоши будем дезинфицировать ванну. Вот такая штука, оттуда выходит дым и нейтрализует бактерии. Еще вот такая ловушка, симпатичная на вид, конечно, как нарисована, от плесни. Это выделяет какой-то, видно, аромат, специальные ингредиенты, которые предотвращают разрастание вот этой самой плесени. Особенно любимая штука. Это такой гель для туалета. Специальная помпа. Внутри находится гель. При смывании туалета он образует такую пену. И тут идет именно вот с лимоном, то есть с эффектом отбеливания. Это для одежды, потому что мы с вами сейчас, когда будем складывать друг на друга вещи, вот такие вот пакетики мы можем уложить между вещами, против клещей, плесени, влаги, черных точек и так далее. Убирает запах. Для стирки я взяла дополнительное средство с лимонной кислотой. То есть запах пота. Особенно, ну, опять же, летом, весной все. Начинается нереальная просто влага в воздухе, сырость. То есть в такой период у нас есть дополнительно к стиральному порошку такое дополнительное средство. Смягчитель я пользуюсь вот таким. У него просто такой божественный аромат. Когда хожу, ну, редко, конечно, в бьюти клинике, там вот всегда пахнет полотенце таким запахом. У него разные ароматы, но именно мне нравится белый. У него такой благородный, элегантный запах. И даже если вы без парфюма, то есть от вас такой свежестью благородный пахнет. Потом взяла салфетки. Я перестала вот тряпки собирать по дому. Ну, полы, конечно, я мою сама. С тряпкой, с водой. Хотя вот эти салфетки, они для пола. Но я их взяла для кухни, потому что каждый день не успеваешь возиться, да, с этим ведром. В принципе, для пыли я еще их иногда использую. Вот с запахом розы взяла. И такие салфеточки маленькие для туалета. Туалет тоже, я не собираю тряпки. Это я уже научилась от Тоши. Рисунок, что это конкретно для туалета. У них специальный состав, специальное покрытие. То есть 99% убирает вирусы, бактерии. И они также создают покрытие специальное, которое предотвращает образование запаха. А сейчас мы с вами положим это в коробочку. У меня есть специальная коробочка для этого. И еще я взяла молочко, пудру для ванны, а также вот такие штуки. Специальный порошок, который присутствует именно в горячих источниках в Японии. То есть настоящий такой оригинальный порошок из источников японских онсена. Просто правда, когда в ванне долгое время лежишь, кожа она сушится. А здесь в состав входят такие бьюти ингредиенты и еще которые расслабляют именно мышцы. Для бьюти здесь экстракт соевого молока. Ну, я не знаю, насколько это на самом деле полезно. Чисто психологически лучше себя, более комфортно чувствуешь. И это, конечно, важно для расслабления в конце вашего рабочего дня. Порошковый лактобактерий, ну и еще всякие смягчители для кожи. И чистящие средства я беру вот такого типа. Очень дешевое. Вот этот 100 копеек стоит там 150, наверное. Меньше, чем 1 доллар. И он так хорошо очищает ванну особенно. Для туалета я немного беру другого состава. Вот видите, нарисован туалет. Хорошая такая пена образуется. Помогает хорошо очистить вот эти недоступные нам особенно места. Но все вот эти остатки, желтизну, черноту, он за счет вот этой пены, он хорошо поглощает. И потом хорошо можно вычистить туалет. По поводу постели я буду сменять сейчас вот теплый вариант. Видите, у нас он более такой уплотненный, как будто байковый что ли немного. Потому что отопления у нас нет в Токио. Ночью бывает минус 4, в основном ноль. Но прям холодный период бывает до минуса доходит. И, конечно, мы как суслики с Тоши спим друг на друге там в обнимку, в охапку. И вот котон, он холодный просто зимой. И ты заходишь в постель, она прям такая ледяная. Поэтому в основном зимой мы используем полиэстер. Но летом нереально душно. Все впаднится, когда просыпаюсь. И тогда на лето я, конечно, меняю свою постель на уже котон. Но у меня летняя постель даже лучше, чем котон. Сейчас я вам покажу. На лето у меня облегченный вариант. Из роскошного материала. Мако сатин. Хлопковый шелк от Веренсон. Высокой плотности, но безумно приятный телу. Такой легкий, скользящий. Спасает нас Тоши в самые душные летние ночи. И я ощущаю, как мы переехали. Меня все больше тянет к эстетике простых линий и форм. Я люблю приглушенные цвета земли. Но и голубой цвет. Небесные оттенки. Но вы знаете, что я не фанат ярких цветов. И с дизайном нашей квартиры я выбирала что-то такое дымчатое. С оттенками серебра. В Японии на самом деле такого шикарного постельного белья и таких расцветок, к сожалению, нет. В дизайне и цветах присутствует минимализм. Но не хватает той изящности и элегантности, к чему мы привыкли. А вы знаете, как я люблю простоту и лаконичность. Мне даже кажется, неяркие оттенки позволяют отдыхать зрительно. Ментально разгружает мозг и даже помогает сосредоточиться при домашних делах или даже когда вы работаете дома. Этот комплект идеально подходит по размеру матраса, так как уверен, что он есть индивидуальный пошив любых размеров, форм и фасонов. Я даже оставила палитру цветов на будущее. Если снова захочу заказать себе дополнительный комплект, подумала, мне эта палитра пригодится. Такая богатая палитра цветов, но мне особенно приглянулся такой фисташковый, графитовый и серебристо-сиреневый. И посмотрите на плотность, это премиальное качество, более плотная, гладкая ткань, аккуратные закрытые двойные швы прослужат на долгие годы. Поставим сюда. Тоша без вентилятора не может существовать. Так, здесь он на зарядке. Включается вот здесь. Он выходит с ванны, когда Тоша всегда вечером и утром прохлаждается. Ну как вам, друзья, оттенки? И посмотрите, да, вот в зависимости от солнца меняется оттенок. Такой красивый, я прям в восторге. Все, не налюбуюсь. Я понимаю, конечно, что может не каждый себе позволить премиальное качество такого постельного белья, как Веринсон. Но точно все бы хотели приобрести такой экологичный вариант для здорового сна. Я вообще склоняюсь к тому, что дружба с собой, со своим телом должна быть на первом месте. Поэтому, друзья, не стоит экономить на своем комфорте и здоровье. Друзья, кому понравился такой вариант моего комплекта, оставляю ссылку в прикрепленном комментарии. Конечно, качество требует цены, но у вас будет возможность побаловать себя скидкой на аж 20% с моим промокодом МАДИНА. Я трачу деньги в последнее время только на качественные вещи, в основном в дом. Например, в прошлом году я потратила 100 долларов на доктора для растений. Потому что, помните, у меня растения, ну, не очень я дружу с растениями. Кстати, вот он мой красавчик, о котором я говорила. Этот цветок, который мы только купили, когда мы переехали. И он начал у меня засыхать, желтеть, вообще не расти. Я так переживала. Я вызвала доктора 100 долларов стоить. И вот он мне прописал лечение. Посмотрите, какой он у меня. Здоровый, замечательный растет. Сейчас уже его пора срезать, чтобы корни припухли. А то сейчас все питание идет в листья. Ну, хотя бы листья абсолютно не желтеть. Я так рада. И я вот сейчас о чем говорю, что я лучше потрачусь, знаете, на вот вылечить свой цветок. И чтобы у меня была гладкая кожа и здоровый сон. Чем на какие-то краткосрочные вещи, которые, знаете, там выйдут, да, через два года из тренда. А внутри-то, вот внутри-то ты как и твой дом был бедным человеком, так и остался. Это, кстати, наша новая картина. Мы с Тоши купили в прошлом году за 200 долларов. Здесь такие японские мотивы золотой гравировки. Ким Пегги. Начало периода Эдо. Муромачи еще во времена. Такая живопись была популярна. Это новая картина, но вдохновленная японской древней живописи. Да, сегодня хорошая погода. Ну, я знаете, я честно даже боюсь вам показать. Мне стыдно, стыдно вам показать. В каком состоянии у нас балкон. Вот эта штука, да, вот так опускается. Удобно, если что-то на балконе делать. У нас есть вот такой шланг. Вы помните, когда мы жили в старой квартире, мы и мыли балкон. Но здесь такая штука. И вот я не знаю, у нас краны другие сейчас. У нас здесь вот такой кран, видите? И сюда невозможно шланг закрутить. Либо, я еще надеюсь, Тоша говорит, у нас есть вот такой вариант. Специальный кран, оборудованный для стиральной машины. То есть он подключен. Сколько метров? А ну, how many meters? Ну, вот ниже. А, 20 метров? А, ну. Если что, если что, в мусорную кладовку мы его можем точно подключить. Такая штука. Ну-ка. О, кажется, идеально подходит. Молодец! Ура! Пупу, молодец! Угу. Дай, кита? Давай, кита, дай его. Окей. Так, я включаю. Я римас. Ну, что-то не слышно. И, ну, напора там нет. Надо, ну, это фронт. Да. У нас столько пространства на балконе, но я вот выхожу только в эту часть. Мой цветочек, ой, цветочек, кажется, улетел. Ну, он у меня давно погиб, поэтому он у меня для красоты стоит. Чисто икебама, понимаете ли. Здесь у нас, знаете, удобные вот стоки. А, как мы это будем мыть-то? Сейчас, наверное, все подумают. Затопим соседей. У нас здесь сток. Вот он. Вот здесь идет сток. А, вот он сток. Да. Вода будет сливаться сюда. Потому что здесь же открытый балкон. Видите, у нас открытый балкон. И сюда дождь попадает. И все это вот так сливается по стоку. Так, друзья, что-то план А не сработал. А для плана Б он слишком короткий. Мужчина есть мужчина. Все-таки пошел смотреть, что у нас внутри. Я сама никогда не видела. Написано, нельзя трогать лишний раз. Тут все у них по-свойски, поэтому можно нарушить систему. Какая разница. Прямо в прошлом году не помыли. Самое главное, хоть придумали, какой-то способ. Какая разница. Он говорит, открутил головку от душа. Он от душа головку открутил, закрепил. Немножко не идеальный набор на сексу. Так, все. Ждет. Денять. Лазу еще нужно помыть. Пупу, давай. Ой, I only have this, so I can help you. Камеру сюда прикрепила. У меня вторая только такая штука есть. Я хочу что-нибудь помою какие-нибудь углы. Как раз эта штука можно вот хорошо помыть. Окна, окна это святое у нас, да? Ощущение лета, когда с водой вот так вот, как будто. Нельзя материться, Тоша. Он японец, да? Он японец, но он вот плохие слова говорит на английском почему-то. Но он же в Америке учился, но все равно прожил по всю жизнь в Японии. Это, кстати, у нас газ. Горячая вода у нас греется на газу. Если нажать пожарную кнопку в доме, то... А-а-а, я сейчас грязная. То вот этот сигнал, он прям будет биться и в тревогу. О-о-о, как грязно. Похудем, Адина, что сама будет грязно. Мусорный бар. Мусорный бар сейчас помоем. Ой, это прям наслаждение смотреть, когда очищается от грязи какое-нибудь пространство. А-а-а, идеально. Одену перчаточки. Это у нас Тоши ракушки любит. Он покупает и готовит морское ушко. Я его тоже люблю. Оно стоит очень дорого у нас. И они такие красивые. И мы собираем. Видите, какие они? Нам настоящие жемчужные ракушки. О-о-о, Сиролан, что, сзади не надо мыть? Вот не наше, не наше воспитание. Вот, это так вот прям приятно смотреть, когда очищается пространство. Когда чистая, так, конечно, до удовольствия приятно, да? Я поняла. Пупу, а как-то... Я мыла их мыла в прошлом году. И вот видите, освечивает мутной какой-то пленкой. Потому что внутри-то пленка, чтобы при землетрясении, когда стекло поломается, оно его удержало. А ребят, что покупаю? Ножки, ножки. Каленти? Да. Каленти, дай, каленти. Салтан. Молодец. Вот такой тут сток. Листочки попадают. Листочки нельзя. А, вот оно как. Не, ну вот оттуда я уже не пойду мыть уже. Красота. Теперь только вот снаружи окна помоем. И... И теперь переходим на дезинфекцию плесени. Вот такая емкость и внутри дымовая шашка. Вот такая жестяная баночка. Здесь есть отверстие, откуда будет выходить дым. И этот дым будет как раз так нейтрализовывать все бактерии, обеззараживать пространство. Ну и тем самым предотвращать развитие бактерий. По инструкции сначала нужно промыть полностью помещение, ванну. А потом уже установить эту шашку, и она дымом будет обеззараживать пространство. Друзья, посмотрите. Вот. Видно, не видно. Вот такая плесень у нас. Я сейчас помыла все вот это полностью до каждой дырочки. Даже вот здесь под полочками была плесень. Тут забралась наверх и просто в шоке, что здесь происходит. Я всегда мою, но видно, в углах больше собирается. Сейчас поставим антибактериальную шашку сюда, чтобы она промыла полностью, продезинфицировала всю ванну. Закроем ванну. У нас здесь даже есть, что можно тоже помыть. Здесь даже небольшая вытяжка, но все равно все собирается. Тут Курера и Насай. Или вот, я еще не заметила. Посмотрите, прям она вот заселяет просто. Заселяет все, что можно. Я это, слава богу, сейчас заметила. И вот так вот мы живем, да, в песне. Добавляем воды, написано вот до какого уровня. Добавляем воды. Все, чтобы вся плесень, чтобы вся плесень исчезла. Ну или просто, наверное, не дает разрастаться плесень. Мебе выше... Ну пока запаха не чувствую. Ну что, переходим к туалету. После того, как туалет помою, буду использовать вот эти штуки. Для салфеток вот у меня есть специальная коробочка. Это так принято в Японии. Здесь даже, видите, нарисовано, что именно это для туалета. На упаковке тоже нарисовано, что эти салфетки именно под коробочку. То есть размер к размеру. Вот такие две упаковки здесь даже тоже нарисовано, что все для туалета. И они идеально сюда вмешаются. Вот. И она не сушится. Если она высохла, я ее немного так подмачиваю здесь. У нас чистый унитаз. Мне даже не стыдно снимать видео. Так, унитаз-то чистый, но все равно вот эти вокруг, где вода застаивается. Пятна. Чтобы они не застаивались. Вот это средство постоянно с контактом с водой выделять пену. Ну и также обеззараживать. Такая помпа. Нажимаем. О! Вот. Вот он гель. Ну, я просто для вас показала. На самом деле нужно прикрепить к унитазу. А еще у меня есть вот такая другая запаска голубого цвета. С цветочным таким ароматом. Сейчас нажимаете. Посмотрите. Ну, я что-то немножко преувеличила. Много намазала. Но знаете, вот все равно запахи не остаются. Я так не люблю. Я чувствительный человек. Пусть вот 24 часа в сутки обеззараживает. Запаски я кладу сюда. Салфетки тоже в такой коробочке. Все. Идеально чисто. И тапочки. Так, ну и последний штрих для ванны. Это вот такая жидкость, которая будет испаряться со временем. Вот. И здесь есть крючок. Сейчас мы ее повесим в ванну. Она нейтрализует именно вот эту слизь, которая дает плесень. Вооруженным глазом не видно. Но вот через так недели-две начинаешь как-то... Ванна же здесь совместная сразу. Всегда мокрая практически. И начинаешь на поверхности ощущать вот эту слизь. Шесть недель. О, ну хороший срок. Я забыла совсем. Открываем. Кстати, это Procter & Gamble. Вообще не японская компания. Поэтому, видите, не все японское. Я говорю уже, мне кажется, очень много мифов о Японии. Просто японцы, они детальны в этом. У них такая культура. И кажется, что у японцев самая лучшая продукция. Просто хорошее освещение. И вот здесь есть кнопочка, кстати. Ее нужно нажать. И тогда будет выделяться эта жидкость. Сразу входит крючок. Вот, все. Ну такие, такие симпатичные вещи, да? Такие симпатичные предметы, что хочешь не хочешь, займешься все-таки домом. Пойдемте в ванну. А, в общем, пока я показывала, я уже нажала. Я чувствую запах. Ну, кстати, приятный запах. Такой цитрусовый. Немного даже лимонадом пахнет. Ну, много нюхать нельзя, аначе это вредно. Ну все, в принципе, повешу и все. Через вот это отверстие выходит аромат. Шесть недель. Все, чистота. Ура! Выключаем свет. Доша сказал, что нам покажет что-то очень интересное. Нам, ну, потому что... Это что? Это... Так, значит, он приготовил воду. Нине, подожди, что это? Аквариум. Мы можем оставить шлимпс или хамагури в воду. Ооо! Ооо! Для минимума 2 дня. Ну, там же нужна... Мы добавляем 3% соли в воду. Чтобы приготовить... ...морскую воду просто нужно добавить соль. Да, это значит, шлимпс или хамагури. Это уточblение в воду. Точно, что-то здесь уже как-то не может стать спинкой. Что-то здесь... Что-то здесь... Что-то здесь... Что-то здесь. Что-то здесь, аркибием. Вот здесь, я хочу. Мне кажется, что око-кобе ротар. ...лакон! Теперь мы примем систему. Это это эрпомпы. Эр компрессор. Ммм, маленькая. Очень маленькая. Только 10$. Я приготовила. Я приготовила ужин по-японски. Как обычно. Я люблю японскую кухню. Я даже немножко переоделась. Мы сегодня так старались. Поэтому у нас совместный ужин. Мой пупу. Попробуем. Мой пупу. Мой пупу. Я старалась. Я очень быстро. Мой пупу. Мой пупу. Сегодня я приготовил пупу. 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 Туринк. Также ухамбагу. Также ухамбагу. И ухамбагу. Сука. Себе нельзя точно. Какая-то такая очень... Что-то караги-то обетелься с кем. Кто-то мог. Спасибо. Спасибо. Как будто у нас дейто сегодня. Я приготовила закуски. Салат из тыквы. И конечно же рис. Полуотшлифованный. Тоша начинает с закусок. Естественно. Я лимон, знаете, забыла купить. Я тут листья салата. Шпинат я... Перец красный болгарский обжарила слегка. И потом добавила туда шпинат. В горячей воде я его размягчаю. Не варю. Это даже не знаю. Я впервые тоже приготовила. О! Что-то... Это... Абокадо. Абокадо. У него такой, помимо цитруса, еще карамельный вкус. Представляете? Друзья, снимать вот это еще готовить я. У меня уже не хватило не то чтобы силы и времени. Поэтому, может быть, пару рецептов, которые вам понравятся, я под видео напишу. Да, все ссылки сегодня. И вот этот замечательный комплект постели. Белья. Вера Сон. Тоже, ну такая шикарная, правда, постель. Все ссылки я скину в прикрепленном комментарии. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. И вот уже через две недели, три недели, где-то в конце мая уже поедем на наше любимое место. Ису полуостров. Куда мы каждый год ездим. У нас уже тепло, 25 градусов. И к концу мая уже бывает 28 градусов. Прям радуется душа лет. Весна, лето, период, когда легче как-то, да, себя ощущаешь. И больше мотивации. И яркие такие дни, воспоминания, эмоции в этот период. Так что, друзья, давайте. Увидимся с вами в следующем видео. Не знаю когда, так как я болела. Я не сказала, почему не было долго видео. Тоже болела. Потом я от него заразилась, в общем. И поэтому я полмесяца пробежала в кровати. И мне еще нужно сейчас снимать рилсы. Практически три недели не было вообще в интернете. Даже в инстаграме. Вообще абсолютно. Но зато я вернулась в джим, кстати. Я все-таки ушла с пилатеса. Это мне вообще не подошло. Но уровень пилатеса сам по себе в Японии. В начальном уровне таком. Ну, по крайней мере туда, куда я ходила. Я вернулась в свой старый джим. Откуда вот началась моя любовь к сегодняшним тренировкам. Поэтому я сейчас восстанавливаюсь. И буду прям огурчик летом. Так что, друзья, давайте тоже беритесь за уборку. За свой дом. Чтобы атмосфера всегда в доме была чистая, уютная. Чтобы это давало вам чистоты ума, спокойствия, концентрации. Пусть дом всегда будет чистый, здоровый. Забота о доме это в первую очередь тоже забота о нашем здоровье. Это такой же фундамент для нашего здоровья и состояния. Друзья, обнимаю. Всем пока. Баиба. Караганда. 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 Продолжение следует...